здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать первом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и мы с вами продолжаем разбирать шорткоды а именно вот эти кнопочки которые предоставляют замечательный шаблон актив об и следующий нас на очереди кнопочка уведомления мы с вами уже затрагивали абсолютно тот же самый код когда мы делали с вами вот этот код вот этот вот текст обо мне оформляли вот мы сейчас будем делать то же самое просто вы должны понимать что это одно и то же просто здесь очень удобно это может быть статья открыто но в данном случае это у нас модульная позиция это модуль html то есть я тут разместил выше код вы помните прошлом уроке видео и просто ниже я буду делать показывать вам другие элементы short кода ну и давайте кликаем по кнопочке и сразу начинаем смотреть значит первый color выбирайте цвет если английский плохо знаете здесь придется вам переводить я сам знаю его не очень вот red это красный green зеленый blue голубой dark черный по моему в общем выбирайте тут цвет либо переведете через переводчик а вообще тут их немного можете просто так пройтись посмотреть дальше border style значит но он это без рамки и дальше просто смотрите вот внизу знаю дабл двойная то есть двойная рамка здесь смотрите какая рамочка вам нужно радиус это скругленная борда радиус скругленные углы у рамки сколько пикселей соответственно 10 пикселей будет такие крутые скругленные углы давайте посмотрим нужна ли кнопка close button то есть в углу кнопочка вот такая вот закрыть нужно или нет давайте не будем ставить для примера дальше иконка размер лэйр и дефолт икон о леген то есть выравнив топ топ медиум бутон давайте оставим топ давайте попробуем вот этом ниже вы значит выбираете иконочку из списка это стандартные иконочки выбрали иконку из списка кликайте по иконке она здесь отобразилась ну и соответственно содержание title это заголовок я пишу просто демо и здесь какой-то текст произвольный просто чтобы вам продемонстрировать вставляю тот же самый текст свой и нажимаете потом на кнопку insert shortcut а потом нажимаете закрыть он у нас вот здесь вот вставился вот он ну и в принципе давайте сохранимся и посмотрим вот вы сейчас видите значит скругленные углы максимально выглядит так вот кстати иконочка видите где у нас то есть можно сделать в углу так и давайте посмотрим еще где можно разместить иконочку давайте попробуем вставить еще какое-нибудь уведомление так давайте выберем например какой-нибудь green зеленый иконка сайс оставим дефолт давайте сделаем без без рамки скругленные два пикселя close закрыть сделаем и у нас иконка была миди и теперь давайте посмотрим где будет если поставим бутон иконочку я произвольно уберу и произвольный текст insert shortcodes и закрываем сохранимся в общем вы понимаете да здесь уже у вас не составит сложности вот таким вот образом вы размещаете вот такие это удомления где-то у себя на странице да то есть здесь все очень просто давайте двигаемся дальше отступают новые строки и давайте разберем следующую иконку icons кликаем по ней здесь все просто давайте посмотрим как будет выглядеть визуально наш сайт размер иконки давайте 5x то есть большая спин я не знаю что такой спин давайте посмотрим бордер рамка до флип флип тоже не переводится но это по моему поворот 90 180 градусов давайте посмотрим 90 и выбираем иконочку какую-нибудь давайте пальчик нажимаем insert закрываем вот наш код иконки встал здесь нажимаем сохранить обновляемся и смотрим вот смотрите вот это флип это у нас получается анимация у нас крутится иконка вокруг своей оси это видно то есть она циклично крутится не останавливаясь давайте посмотрим что можно сделать здесь еще значит отступаем enter с новой строки и давайте попробуем поиграться с иконочками также возьму большую вот это слово спин я попробовал перевести может быть это вращение то есть давайте попробуем сделать то же самое только мы в первом случае ставили с а сейчас поставим нет бордер давайте поставим и также поставим 90 до так теперь давайте выберем иконочку insert short код сохранить и давайте посмотрим я так полагаю что вот это то что мы выбрали 90 с вами это идет поворот видите у нас галочка смотрит на самом деле по-другому при условии что у нас вот спин вращения стоит нет давайте в этом убедимся я снова и строчки я точнее даже отступаю делаю пробел от данного кода и прямо на этом прям на этом уровне я попробую ставить еще одну иконочку пускай будет такая же большая теперь смотрите попробуем оставить с мы считаем что это вращение бордер пускай тоже будет и давайте попробуем поставить 180 и возьмем какую-нибудь иконочку insert short кодов сохраняюсь и обновляюсь как видим у нас иконка сердца также вращается значит вот это спин это вращение запомните сейчас я выставлю иконки в один ряд так и давайте рассмотрим еще один вариант какой-нибудь иконочки с вращением смотрите есть еще флип горизонтал и флип вертикал давайте посмотрим значит флип по горизонтали смотрим сейчас и сразу попробуем флип по вертикали также поставим здесь поворот и вертикал insert short кодов закрываем сохраняем и обновляемся принципе разницы никакой нет если у нас выбора на вращение то иконки вращается одинаково несмотря на то что у нас выбрана 90 поворот на 90 градусов на 180 или горизонтали вертикаль иконки движутся одинаково то есть это будет работать только тогда если мы с вами не будем оставить вращение то есть поставим вращение нет давайте попробуем выбрать какую-нибудь иконочку и его смотрите сделаем горизонтал и при этом у нас вращение нет insert short код и смотрим смотрите как сейчас выглядит иконка вот запомните вот эта последняя иконочка этикетка да и смотрим как она у нас выглядит здесь смотрите она повернута смотрит в одну сторону и уголочек а здесь совсем другую то есть если нужно как-то повернуть иконку вы теперь здесь легко и и поворачиваете нужно чтобы она вращалась причем всегда может быть это здесь какая-то ошибка в шаблоне явная наблюдается потому что смотрите по идее должно быть так вращение на 180 то есть иконка должна была повернуться на 180 градусов и остановиться это уже косяк самого шаблона будем следить за обновлением шаблона возможно ошибки исправятся на этом я заканчиваю данный урок у нас следующий на очереди пойдет аккордеон который мы с вами частично затрагивали и таб увидимся в следующем уроке а